С начала XIX века Анфлёр и прилегающий к нему побережье Нормандии становится раем для художников и поэтов. Здесь создавали свои произведения Мюссей Буден, Каро и Добеньи. Бадлер называл это место своей самой прекрасной мечтой. Не существует однозначного объяснения, почему город носит именно такое название. Но присутствие в нем цветочного начала, флёр, конечно, не случайно. Круглый год все пространство этого портового городка со старинной архитектурой играет красками цветов. Неудивительно, что здесь предпочитали жить и творить свои полотна импрессионисты. Сменяются века, и город Анфлёр открывает свое пространство новым художникам. В каждой точке планеты Солнце светит по-разному. Находясь в новой стране, всегда трудно сохранить творческое равновесие. Но появляется возможность прикоснуться к иному мировидению, с особым ритмом времени и строем пространства. Ведь не секрет, что существует французское восприятие картины мира, совершенно отличное от российского. Оказаться в другой культуре со своим найденным образным миром – это всегда проверка, насколько ты сам, твой мир, открыт для всех остальных людей. Во Франции существует такое понятие, как «умное искусство». Так говорят о художнике, в чьем творчестве ум и чувство находятся в равновеликости. Искушенная французская публика считает, что это свойство присуще русскому художнику. Расих Ахмед Валиев родом с Урала. Точнее, из Башкирии. А еще точнее, из творческого объединения Чингисхан. В контексте российского искусства – явление яркого и неординарного. Убеждает меня его живопись. Потому что, если бы он был таким, как бы, выпекающий, как пирожки, как есть у такого Пикассо, то у меня наступил такой период, что я выпекаю, как пирожки, картины. И они уходят у меня, как пирожки из рук. И они видны как-то, вот они намазаны. Это вот, как бы, 50-е годы его картины где-то. Это конец 50-х. А вот у России ха нет, потому что вот на этот тончайший слой, вот этого гумуса, который нанесен на холст, который, как на земном шаре гумус, он ветром накапливался, все это микроорганизмы, массы, и идет жизнь. И уже доходишь к такой степени, что что нарисовано, в принципе, это не важно. Он по жизни видит женщин вот таких, какими их рисует. То есть я ни разу не слышал от него каких-то негативных вещей о женщине, хотя он в них очень здорово разбирается. То есть он мог писать и другие женщины, но он пишет только таких. Вопрос выбора художника определяется сердцем и чувствами. Мы посещаем зарубежные салоны, Москву в том числе, где выставляются молодые художники. Дальше Роберт Барто говорил, что его интересуют прежде всего художники, состоявшиеся, обладающие техникой, интеллектом и культурой. Это, по его мнению, определяет в конечном счете, сможет ли он, художник, сделать карьеру. Субтитры создавал DimaTorzok В свое время, приглашая Россиха Ахмед Валиева, Роберт Барто заметил, что уловил в его работах дыхание уже исчезнувшей Франции 30-х годов. Французское искусство привлекало и давало творческие импульсы художникам всего мира. Появившаяся возможность, взяв, отдать, всегда радостна для художника. Старая восточная мудрость гласит, что счастье приходит к человеку каждый день, но его очень трудно узнать, потому что всякий раз оно меняет одежду. Кажется, что Россих Ахмед Валиев пытается уловить эту божественную игру, живописуя небесную мастерскую, в которой счастье примеривает все новые и новые одежды. Впрочем, каждый может трактовать работы маэстро по-своему.